Говорят, играй на DualShock 4 пади. А он такой, нет, я продолжу, попробую, может нормально, все исправится. В итоге ничего не исправилось, он нажал на паузу, за этого был дисквалифицирован. И я обязан вам напомнить, что спонсором трансляций во всем мире является у нас еще Presented by Xbox. Это у нас в России проводится все на Steam, а в Европе и в Америке это все проходит на Xbox One. Именно поэтому мы сейчас и поговорили об этом. Спасибо большое Xbox. Да, Дангас тут не выдумывает, он сразу берет Варгода. Чемпион. Наш прыжок наглый. Жрет Арзу, напрык, и завел в угол, промахнулся серия. Арзу слишком медленно, ничего не наказывает. Просто делает реверсал, попадает. И будет 27-28% комбайн. Перешел на другую сторону, на темную сторону, чтобы завернуть в угол Дангаса, но немножечко недоделал тамбу. Бабушка! Как Дангас хочет добраться до Арзу? Ох, как нагло, в плотную. А вот если так вплотную попадает веер в блок, неужели он не может среагировать, или нужно было пропускать мимо себя, чтобы наказать? Нет, вплотную веер не наказывается. А вот он как раз попытался. Спасибо, что ответил на мой вопрос. Там был экс-вейер. Экс-вейер он тем более бы не наказал. Он читал попытку движения от Арзу, которая закончилась неудачно, и скорее всего Дангасу будет стоить раунда. Сам не поверил, что попадет. Самый последний момент он прожимал ручку, напрыгнул в итоге от тента, но не среагировал к продолжению. Странное решение от Дангаса попытаться сделать этот оверхед, в итоге стоило ему раунда. Арзу просто бы сделал брейкер, потому что у него была возможность его сделать. Арзу наконец-то стал панишить Д4 канцел в лоу. Просто выведет на фулскрин опять, и будет кидаться веерами. Вот такой вот 7-3 матчап в пользу Wargoda. Вы сейчас видите. Еще один бросочек. Больше угла. И снова. Ну, в этот раз. Нет, все равно. Всего лишь один удар после напрыжки попадает. Вот то, о чем я говорил. Если бы в прошлой раунде так сделал, и Арзу бы не угадал, он просто бы сделал брейкер. А сейчас с Дангаса все не очень хорошо. Он потерял уже практически 75% своего здоровья, но он угадывает с арморным мечом, выводит в угол, и все может быть нехорошо для Арзу. Не пытается, кстати, ловить антикрасап. Антикрасапить. Все-таки уважает лоут. Как мало здоровья у... Вот так вот, да? То есть не пытается ни Д1, ни Д3 сделать, но на полном приземлении уже, пожалуйста, встречает лоу-мечом. Он очень боится того, что попадет... Флоут. Флоут попадет, да, потому что он странно разменивается с антиер-нормалами. Ох, какой хороший паниш лоу-меча! Кстати, насчет размена ты мне напомнил, ведь была неделя, когда этот размен как раз-таки очень даже хорошо работал. То есть одинаковое количество здоровья, одинаковое количество метра отнималось за это... А, нет, но Флоут не забирает тетра. Глуплю. Глуплю, извините. Ох, каким-то последним мускулом из плеча достал сейчас удар. Интересно. Добрался, добрался до несчастной китаны. Уничтожил, убил, расщепил. Я не знаю. Это же первая игра была? Это была первая игра. Действительно, в начале, казалось бы, Арзу такой, он прям уже панишит. Вещи встал и Д4 прочитал, попытку сделать. Заканцелит лоу Дангаса тоже наказал. Но Дангасу все равно. У Дангаса появляется метр, он просто бежит и говорит, я хочу разорвать тебя. И никаких возможностей. Эту страту он показывал на прошлых неделях, когда за, не знаю, за три секунды он сливал весь метр на этот экзовый меч и ждал все-таки, когда же полезет на него оппонент. И просто такой рейдж-мод. Да, за это Арзу даже дали прозвище. Видимо, на каких-то тренировках локальных ему сказали, ну вот играй именно так. Ну зачем ты что-то выдумываешь? Зачем ты более что-то просто красивое пытаешься сделать? Играй более прямолинейный. Здорово. Да, еще один прочитанный лоу. Наказывает фулкомбой. 28% закидывания веерами. Ну как он все-таки легко позволяет подпустить с себя Дангаса. Сделал еще один реверсал. Ну, мы это уже неоднократно все видели с вами. Я думал, сейчас он не успеет схватить за шею. Нет, Арзу... Слишком поздно вводил свой род спешл. Не ошибается. Дважды на одном и том же месте. Все-таки он... Попытался развести, кстати. Побежал, что как будто бы бросок, но и к броску был готов, и к другим опциям. Собственно, этот меч контрит все. А он зачем-то присел после этого шара. Арзу опять сливает весь свой метр. У него теперь нет никакой возможности защищаться против Коталкана вообще. И вот таким вот стафом Дангас может кормить Арзу. Это стиль мой. Я люблю такое. Такие игры. Одна и та же комба, которая заканчивается либо оверхедом, либо лол. Да, если нет метра, Китане неприятно. Другое дело, что Арзу очень легко подпускает Дангаса. Постоянно он пытается драться с Коталканом. Чего делать вообще нельзя. Достает F1, B2. Заканчивает меч. Ох, теперь в углу Арзу. Развел. Да. И смотрим, во что превратит по урону. Ну, это без метра 22%. Все еще в руках его инициативы для атаки. Бейдет как можно больше. Жидает Арзу. И как он умудрился сесть это лоу на напрыжки, я не очень понимаю. Но это стоит ему очень большое количество здоровья сейчас. К слову, в момент бейта не было у Арзу метров все еще. Поэтому странно, что он остановился. Да, вот он попытался ничего не канцелить, но реверсал Арзу слишком быстрый. И ничего ты с этим не поделаешь. Ох, как нагло Дангас играет. Почему не было паниша от Арзу? Так. Что Арзу делает? Да, 6%. Конечно, обидно сейчас он выравнивает здоровье. И Дангаса сейчас очень хорошая возможность забрать этот раунд и игру. Нет. Кстати, вот Тойота наконец ловится на флоу. 1-1 по раундам. Вот всю игру терпел. Ни одного мускула у него не дергалось, когда находилась Китана над его головой. И наконец, в самом конце. Я попытаюсь себя поймать воздух. Просто лоу мечом поймать воздух. Отличная работа Дангас. Как всегда, показывает нам чудеса майнгейма. Есть еще один бросок в углу. Походу, Арзу почувствовал наконец силу. Это был даже не Инджи Пейт. Он отпрыгивал с рукой, попал и потом начал продолжать. Ой, какая грязь от Дангаса. Паниш. Ой, как повезло. Очень много друг другу прощают сейчас. Не доделывают гомбы. Вместо 30 делают на 20. Ну, нервы, нервы, нервы. Внимательно на метр Дангаса. Подбежал опять с блоком, который раз. Уважать стал все-таки вот этот самый меч. Здорово. Расходятся они с двумя экзовыми ударами. И в такой ситуации все-таки Китана выигрывает борьбу. Не убьет. Еще не убьет. И у Арзу не будет Брейкера. Ну как это не будет? Посмотри, у него чуть-чуть бы оставалось. А здоровья было много. То есть он бы даже накопил, если бы просто получал немножечко урона на этот самый Брейкер. Слушай, ты посмотри, какую работу над ошибками Арзу-то сделал. Как он... Он прям вообще все панишет, то, что сейчас делает Дангас. Но ему не хватает терпения. Дангас до определенного момента хорошо этим пользуется. Но пока единственное, в чем Дангас реальная проблема, в том, что он вообще не контрит возле Китана. Ну, совсем. Он просто стоит и смотрит. И Арзу бесконечно прыгает. Флоут и делает. Одна попытка была, и сразу же его на это наказали. Да, попытка какая-то странная. Там лоу-меч, который бьет вниз, и Китана, которая наверху находится. А, кстати, мы ошибаемся. Было такое, что Флоут все-таки он дождался пока приземлиться. И после этого сделал мгновенно вероходный меч. И на приземление все-таки попал. Ну, там было такое. Но там было такое количество ХП, что... Так. Я не очень уверен в этом решении. Боун шейпер! Так, без фитофора. Наказывает Projectile. И настолько у него... Теперь у него рекавери гораздо выше, чем у него было до патча. Очень и очень странное решение, учитывая то, что предыдущая неделя как раз так именно и стартовала. И замечательную игру показал Арзу, как он контрит с парки. Если сейчас это продолжится, к сожалению, не попал, кстати, в топ этот самый момент, как он наказывает. Или попал, я не помню. Это на шестой, или на седьмой неделе было? Нет, это было на седьмой неделе. На этот момент не попал, потому что паниши... Их было слишком много, и местами они были достаточно очевидны. Очевидны. Да. Для тех, кто пропустил, у Китаны, как вы знаете, есть в воздухе такое некое замедление. И вот с помощью напрыжки этого самого замедления, которое называется Флоут, она контрит с парки, которую вплотную делает Томбленд Шейпер. Копатель онлайн включился, ура! Будет ли продолжать? Нет, он просто делает бросок. Хорошее решение от Ангаса. Уже половину здоровья потерял Зур, но у него три бара. Он может сейчас просто сделать реверсал и обрадовать Ангаса. Хороший антиэйр. Англокабл не работает, опять наказывает за... Я бы сказал смелый антиэйр, потому что Аберкот сейчас как раз таки разводится этим самым флоутом. И я некоторую секунду лишнюю Арзу мог бы остаться в воздухе и наказать его. Так, будет ли делать разводки с метром, пытается... Ох, конфермет, он последний хит вееров. Будет большущая комба... 32, немножко не заканчивает, можно было чуть-чуть побольше сделать. Аберкот доделывает комбу. Мы так ругали Дангаса за то, что он после этого ковша несколько раз, в прошлый раз, не доделывал комбу. Точнее, даже не начинал ее. Это один спешл, после которого он уже продолжил. Я пока все же не могу поверить, что этот ковш все время работает в лоу. Арзу каким-то образом постоянно его отъедает. Отлично прочитанный прыжок. Нейтрал джампанчем. И опять... Слишком много позволяет Дангас прыгать. Арзу! Что-то сегодня у Арзу не ладится, я бы сказал, потому что не доделывает комбы. Я его считал самым техничным игроком, наверное, всего второго сезона. Он менее всех других игроков дропал комбы. Не доделывал какие-то моменты. Ну, бывает такое, конечно. Но он все равно для меня останется самым техничным игроком. Самым золотым на исполнение, я бы так сказал. Очень странный брейкер от Арзу. Но при этом он окупился бы, если бы Арзу смог доделать комбу. У него опять что-то дропается. Дангас сейчас стоит на коленях. Он просто ртуэрит его с вейкапа. Отличная работа, Дангас. Нету метра. Нужно, нужно атаковать, нужно забивать. Накопился после броска. Получил урон сейчас Арзу. И вот этот самый метр. Во что он его превратит в экзовый вейра. И сейчас будет продолжение. Да, это просто чипом уроза. Оказалось, мог он все-таки? Или все равно он получил? Мог, мог, мог. Если бы он Д1 заблочил и присел бы без блока. А если бы он разменялся с Д1 или нельзя? После экзового вейра сколько? Гарантированно Д1 везает? Но Д1 там идет гарантия. Он бы разменялся. То есть сразу же после Д1 нужно было вводить ковш? Нет, не нужно было вводить ковш. Нужно было без блока присесть. Вейр бы пролетел и попытаться наказать на Wi-Fi. Но это единственная для нас ситуация. Было решение. Прикол в том, что если такого рода майнгейм был между ними. То возможно бы то, что Китана полезла бы с Б1. Чтобы проверить. На то, пытается ли он сначала сесть в блоке. А потом отпустить блок резко, сидя. Но это очень сложно. И Дангас, казалось бы, достаточно очевидное решение от Арзу. Просто в конце проверить. Поскольку чипа уже не было. Но Дангас поверил и съел. В итоге 2-1 Арзу. Разводил на реверсал. В итоге его съел. Молодец, Дангас. Человек чтения просто. Закидывает веерами. Черт, старую свою стратегию. Наконец, флоут начинает работать. Мы так уже соскучились. Когда же, когда же он снова начнет это делать? Вот, тридцаточка. И опять выходит на пол на экран. Держи, веера. Наконец-то он контрзонит ковшом. Будет, нет, он в этот раз не поедет. Успеет спину? Нет, не успевает. Образочек. Каким образом он вообще выпрыгнул, я не очень понимаю. И на рекавери не смог запанишить. Пытался выпрыгнуть. Не получается. Оверхед. Я не понимаю, что делает Дангас. Почему нужен был делать этот ковш вообще? Ковш после оверхеда, он вообще комбит. Да, я не знаю. Первый раз такое... Что-то новое показал нам Дангас. Ну или попытался. Смотрите, любители боншейперы. Сейчас я вас научу. Хорошая R2R игра. Опять разводит. Confirm. Делает максимально простую камбу, чтобы не дропнуть. Hard knockdown сетапы. Будет отмена? Нет, не будет. Как Дангас нагло играет на этих спарках. Да, надо просто подходить, делать бросок, потому что Арзу наверняка не будет тратить метр. У него слишком мало здоровья. Что? Он может себе позволить такие игры? Он может... Нет, он не может, потому что у него сейчас вообще нету здоровья. Комбэк практически невероятен. Да что же творит Дангас? Да вы посмотрите. Да не может. Я сейчас бороду свою съем, если он проиграет. Бороду съешь. Замечательно! В первый раз все-таки в этой встрече. Да неужели? Арзу все еще имеет 3 метра. Куда он себя потратит? Это рестенд от броска. Я что-то не хочу свою бороду съесть. Там 90% было снято, когда оставалось 5%. Вау! Дангас тотально закашлял, вифнул несколькими сериями.